Привет, с вами Солнце и вы смотрите 30 выпуск рубрики Знаменитые подростки. В этом выпуске я расскажу вам про ребят, которые давно перешагнули подростковый возраст, но привлекли мое внимание к себе. Мое знакомство с этими парнями началось около двух месяцев тому назад. Ко мне подошел мой младший брат и сказал, что нашел на ютубе отличный канал, который называется Рака Мака Фо. Но я с высоты своих лет стала объяснять этой козельке, что это не канал на ютубе такой, а песня раньше такая была. Ну, вы помните? И даже после того, как я показала брату клип на эту песню, он все равно утверждал, что есть такой канал на ютубе. И когда наш спор дошел до чего-то более существенного, мы поспорили на шоколадку. Ох, я уже было представляла, как она тает у меня во рту, как я пью чай, макая в него шоколадку. Как вдруг мелкий открыл ноутбук и буквально ткнул меня носом в экран, где появились два парня, которых звали Коля и Гурам. И вещали они что-то про видео в стиле пранк. Если вы так же, как и я, не поняли, что такое пранк, а Рака Мака Фо для вас это всего лишь песня, значит вам около 20 лет, и этот выпуск моей рубрики станет для вас настоящим открытием. И для начала давайте разберемся, что же такое это странное, но весьма забавное слово пранк. С английского пранк расшифровывается как practical joke, то есть розыгрыши и социальные эксперименты, которые основаны на реакции людей в нестандартных ситуациях и, соответственно, снятые на скрытые видеокамеры. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. К сожалению, если я покажу вам все выпуски проекта Рака Мака Фо, у меня получится настоящий полнометражный фильм и никак не выпуск рубрики знаменитые подростки. Поэтому я решила, что покажу вам кусочек из моего, пожалуй, самого любимого видео, где Коля и Гурам пытаются познакомиться с девушками в кафе. Но девушки сидят не одни, а со своими молодыми людьми. Поехали! Привет, слушай, ты мне очень понравился, можно с тобой познакомиться? Что говоришь? Я понаглёж, что ли. А что такое? Это твой парень? Нет, мы просто так сидим вместе. Ага, иди, короче. Ты мне просто очень понравился, может, обменяемся номерами телефонов? Что говоришь? Что? Ты мне просто очень понравился, можно с тобой познакомиться, номерочек тебе взять? Нет. Нет, почему? Потому что мы сидим, кушаем, а ты подходишь к ней, обращаешься, меня вообще не... А, это твой парень? Блин, извини, я просто думал, что ты её друг. Ладно, давайте так, я даю просто тебе последний шанс. Парень, я думаю, не стена подвинется, а просто зашмой. Да, да, да. Отлично. Да, молодец. Ты этого добивался просто, да? Вот там выход. Там выход, да? Да, там выход. Ну ладно, хорошо, молодец, что ты защищаешь свою девушку. Извините, что вас побеспокоил, на самом деле, это небольшой прикол. Я нормальный, абсолютно парень. Я не знакомлюсь с чужими девушками, извини, что вас потревожило всё раз. Поэтому, да. Спасибо тебе большое. Рака Макафо – это не просто видеоблогеры, а настоящий социальный проект. На улицах города Коля и Гурам создают такие ситуации, в которых человеку нужна помощь прохожих. А потом подводят итоги – сколько посторонних людей постарались помочь. Этот проект призывает не быть равнодушным к тому, что происходит вокруг. Честно говоря, на протяжении нескольких часов внимательно смотрела каждое их видео и выбрала один эксперимент, который поверг меня в шок, а парни из-за него попали в полицию. Это видео немного необычное и отличается от остальных, но является, пожалуй, самым захватывающим и интересным. Целью нашего эксперимента было определить, как люди на остановке отреагируют на похищение человека, поможет ли кто-нибудь и какого рода будет эта помощь? Ну, на первый взгляд, может показаться, что люди вообще никак не отреагировали. И пока мы на радостях готовили второй подход и собирались повторить всю эту операцию, в отделение полиции поступило ни много ни мало – 7 вызовов и совершившихся все преступления на остановке. После чего был объявлен, внимание, план перехват по городу на лансе черного цвета. Мы даже не подозревали, что по адресу проживания Гурама уже выехал спецотряд, чтобы застать врасплох его ничего не подозревающую маму. И даже не догадывались, сколько плачевной ситуации мы уже находимся на данный момент. Как вы думаете, через сколько нас поймали? Через 2 часа? Через час? Никак нет, нас поймали через 15 минут. Мы спокойно шли по улице и вдруг заметили, как за нами идут 5 человек в форме. Мы, конечно же, не растерялись, вы видите, пранкеры. В общем, все задержанные поясняют, что это был у них социальный эксперимент. Снимали все на камеру, и это уже неоднократно у них происходит. Похищали своего знакомого специально, как отреагируют, типа, вообще граждане. То есть, по факту, похищения не было. Все на камере запечатлено. Человек, которого похищали, вот только что был рядом со мной. Значит, четверо в отделу повезла рота, и двое со мной. Вот водитель и еще один. В отделении полиции мы первым делом написали огромное количество объяснительных и продемонстрировали ролики с нашего канала на Ютубе. Мы начали подозревать, что что-то идет не так. После того, как наши вещи стали описывать, с нас сняли отпечатки пальцев, сфоткили с этой дурацкой табличкой, как в голливудских фильмах, и рассадили нас по камерам. В конце хотим сказать самое важное. Несмотря на все произошедшее, мы считаем, что наш социальный эксперимент удался в полной мере. На самом деле, мы искренне рады тому обстоятельству, что люди на остановке остались небезразличны к чужой судьбе. А на родине здесь правоохранительные органы сработали крайне оперативно. Не оставайтесь равнодушными, ведь один маленький звонок может спасти кому-то жизнь. За довольно короткий промежуток времени парни перешагнули планку в один миллион подписчиков. Но вопрос, что же делать с популярностью и как ей можно пользоваться, начал волновать их еще тогда, когда их канал набрал 500 тысяч зрителей. Ну и конечно, парни провели несколько маленьких, но весьма забавных экспериментов, для того, чтобы понять, как можно пользоваться своей популярностью. И пусть мой канал еще не настолько известен, я уже знаю, что буду делать, когда наберу 500 тысяч подписчиков. Привет. Слушай, у меня полмиллиона подписчиков на YouTube. Хочешь меня? Нет. Слушайте, девчонка, у меня 500 тысяч на канале YouTube. Хотите меня? Что? У меня 500 тысяч на канале YouTube. Хотите меня? Нет. Почему нет? Ты не мог бы машинку отсюда убрать? Почему? Ну я просто хочу сюда встать. Я работаю вообще здесь, мы просто наношно работаем. А, ну я просто хотел это место занять. Вы меня, наверное, не узнали, я пранкер из Рака Макафор. Ты меня узнал, нет, вообще? Нет. Не узнал меня? Нет. Я пранкер из Рака Макафор. А, да ладно? Да, 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 я просто хотел сюда встать. А, не, ну если так, тогда оставай, конечно, еще один. То есть ты меня освободишь, если так, да? Конечно. Конечно. Здравствуйте, амар, пожалуйста, 8 стрипцев и среднюю колу. Стрипсы какие оригинальные, вы строите? Да без разницы, давайте оригинальные, только можно это бесплатно? Бесплатно? Ну да. К сожалению, нельзя. Я решил к тебе подойти и покушать твою еду. Классно, поздравляю с этим. Можно мне не мешать, пожалуйста? Понимаешь, у меня просто 500 тысяч, я хочу этим как-то воспользоваться, и у тебя есть картошечка. Мы не могли бы отсесть отсюда. Мы не будем с вами это обсуждать дальше. Что ж, пора подводить итоги. Я готовилась к этому выпуску дольше, чем к какому-либо другому. Я часами зависала на канале проекта Рака Макафо, для того, чтобы ознакомиться с новыми видео и пересмотреть старые. И поняла одну отличную вещь. У каждого видео должна быть мораль. И в моем видео она такова. В 21 веке еще не все потеряно, пока есть такие молодые люди, как Коля и Гурам. Люди, которым не все равно, и которые стремятся изменить наш мир к лучшему. Парни большие молодцы. И после просмотра каждого выпуска хочется подойти, искренне пожать им руку и сказать большое спасибо за то, что они запустили такой глобальный проект, который позволяет сделать много интересных и полезных выводов. А иногда от души улыбнуться. Ну а мне пришло время прощаться. С вами была Солнце. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. Хотя нет, стоп. Коля и Гурам. Если вы еще не поняли, то из-за вас я проспорила брату шоколадку. Ну, вы, будучи моими ровесниками, могли бы подумать, что из-за вашего названия будут возникать такие споры. Так что я требую мне шоколадку вернуть. В конце-то концов спор был нечестным. Я абсолютно из другого поколения. Ну, и вот сейчас, пожалуй, действительно можно прощаться. С вами была Солнце. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, рассказывайте друзьям. А главное, никогда не переставайте улыбаться. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok